Приветствую вас. То, что у вас происходит, можно объяснить двумя основными мотивациями вашего поведения. Первое, и самая главная, основная мотивация, это то, что у вас таков темперамент, что вам требуется больше интимного времяпроводения, скажем так, чем мужчины, которые, например, рядом с вами. То есть, в силу своего темперамента, в силу типа своей личности, вы не чувствуете удовлетворенность от того, что проводите время, например, с одним мужчиной. И вам этого недостаточно, вам нужно больше. И в результате вы испытываете повредность в нескольких мужчинах. И в таком случае для вас выходом является только либо, соответственно, принятие себя, да, то есть вы относитесь спокойно к тому, что происходит. И ни в коем случае не думаете, что это что-то аномазия и так далее. И либо вы ставите мужчину, например, об этом в известность, дабы он имел представление о том, что вас нужно удовлетворять более тщательно и так далее. Либо вы, либо вы, собственно говоря, ищете такого мужчину, который бы соответствовал вам по вашему темпераменту. Вот. То есть есть только так. Это если смотреть с позиции потребности в сексе. Ведь потребность эта, она у каждого своя. И нужно понимать, что вы не можете запретить себе хотеть секс. Если вы не будете получать его столько, сколько вам нужно, то есть риск быть неудовлетворенным. И тем самым не быть счастливым. И значит не делать счастливыми других людей вокруг вас. Второй основной момент. Это тот, что вы за счет интимных отношений с мужчинами, значит, пытаетесь как-то самоутвердиться. То есть у вас есть некоторый комплекс, у вас есть некоторая неуверенность в себе, может быть какие-то невыраженные эмоции, может быть какие-то тянущиеся обиды из, например, детства еще. И это все стимулирует вас на то, чтобы проявлять себя с той точки зрения, значит, проявлять себя с той точки зрения, что вам нанесло моторизоляция. Вот, вы пишете свой первый вопрос, где вы раскрываете такую ситуацию. Значит, отдавай себя полностью молодому человеку, потому что меня мучают эти вопросы. Мне кажется, что пока я не найду себя, я не смогу полноценно жить. В душе я занимаюсь танцами, я вижу смысл выражать себя через танец, но я еще не выбрал направление, не сразу, и ни разу не сходил в школу танцев. Но вот к концу месяца вроде как решаю случай. Решено, я иду пробовать себя в танцах, такое у меня, дальше у меня какое-то разделение личностей, где я рассребращенную девушку, а то мне хочется заниматься этим только для занятий. Я считаю, что все это плоские утехи. Уверена, пока я только в том, что танцами стоят наши танцами... Так, да, я попробую заниматься, мне очень нравится танцевать. И еще, как бы странно ни звучало, но мне кажется, что я вижу больше, чем другие. Вы понимаете, это же у меня. Живя с молодым человеком, мне кажется, он не знает меня на самом деле. Он видит только то, что хочет видеть, и то, что есть во мне. Но если топнуть глубже, я другая. Для меня очень важно найти себя. Иначе мне грустно в этом деле. Даже я воспитывалась только мамой, без отца. У меня нет счастливого примера супруческой пары. И к мужчине я очень требовательно, не понимая, как делиться с постели, еду и так далее. Как-то в градусах я вам взял, но это же не все, многое в жизни было, но уже приличное беседе, хочу разобраться и понять себя. Ага, вот здесь, в вашем первом вопросе, Экзорбат для вас, конечно, больше. Но даже здесь вы боитесь что-ли реализовать саму себя. То есть вам что-то нравится, и вы этого не делаете. Того, что вам нравится. И возникает как бы вопрос, что вам не дает это дело. Что вам мешает заниматься тем, что вам нравится. Что вас останавливает. Предположим, что у вас нет идеала супруческой семьи, воспитываясь вы только мамой. Значит, для начала следует выбрать, выработать, точнее, образец мужчины. Какой, вообще говоря, мужчина вам нравится? Какой мужчина вам интересен? В чем ваши требования к мужчине? И почему вы находитесь с тем мужчиной, который вас не устраивает? Вот вы говорите, мужчина не видит меня такой, какая я есть. А почему вы не раскрываете? Что мешает вам раскрыться перед ним? Какая у вас потребность быть тем мужчиной, который не видит вас такой, какая вы есть далеко? Что заставляет вас с ним быть? Ответа на этот вопрос очень-очень важна. Ну вот, пока вы, например, не нашли того самого мужчину, который видит вас, такой, какая вы есть, пока вы не нашли его. И стоит жить для себя, в свое удовольствие, стоит жить так, как вам хочется. А ведь если заниматься танцами, пожалуйста, кому не вредит, не вредит. И не важно, что вам это канет расцепощенностью. Если вы озабоченная девушка, как вы себя называете, то это комплексы. Комплексы, ну, мощные, нужно прорабатывать. И в первую очередь прорабатывать это, ну, не начинать именно с того, как вы относитесь к отцу, к матери и так далее. Быть может, именно это стремление доказать мужчинам, мужчинам, а через них, вашему отцу, что вы значимы, что вы достойны любви и движет вас в этом направлении. Вот в том направлении, в котором вы сейчас движетесь. То есть направление, я имею в виду, это вот как бы активная личная жизнь. Понимаете, такие вот у вас два момента. Такие вот у вас два направления будут. Если первое направление совершенно нормально и естественно, то со вторым направлением нужно разбираться. Нужно разбираться, как и что у вас произошло в семье, например, почему ушел ваш папа, почему вы воспитывали столько мамы, если у вас обиды на отца, отпустили ли вы обиды на отца и так далее. Да, вы не видели, у вас не было примера супружеской папы. Но это связано с тем, что ваш отец по какой-то причине не смог ужиться с вашей мамой. Такое бывает. Такое бывает. И в этом нет ничего ненормального. Но почему вы профессионируете всех мужчин таким? Из-за обид. Чтобы позволить каждому мужчине быть собой, чтобы не сравнивать его, например, с поведением вашей мамы, с своим отцомом и так далее, вам нельзя отпустить обиды. Кроме того, возможно, вы с мужчинами именно еще и потому, что вы ищете в них потребность, удовлетворяете в них потребность в ласке, теплее и заботе. Если так, то вам нужно это самостоятельно получить. То есть путем личностного роста, освоения культурных ценностей, путем работы с психологом вы внутри себя будете открывать те ресурсы, которые помогут вам, собственно говоря, сформировать любовь к себе. Для этого необходимо принимать себя такой, какая вы есть, любить себя такой, какая вы есть, уважать себя, и то, что вам себе не нравится, либо стараться как-то преуменьшать, минимализировать, либо принимать это как продолжение ваших достоинств. То есть ваши минусы, которые вы не можете изменить, это продолжение ваших плюсов. И вот это тоже необходимо, как можно лучше для себя выяснить. И вместе, вот тем, что я сказал до этого, вы получаете достаточно ясную картину того, чем обусловлено ваше поведение. На данный момент может быть оба эти направления у вас работают. И тогда вам нужно одно отделить от другого, чтобы правильно понимать, где ваши попребности, а где действуют ложные понятия, которые соответственно формируют ложные модели поведения по удовлетворению квазипотребностей, то есть попребностей как бы. А как бы потребности, это те попребности, которые проистекают из ложных убеждений, из ложных понятий, из неправильных понятий, не истинских, не тех, которые отражают реальное положение вещей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.